Итак, уважаемые зрители, продолжается наш репортаж и у нас сейчас стартует шестой... Я правильно сосчитал? Шестой тур, да? И причем я неправильное объявление сделал, конечно, это был не последний прерыв, потому что сегодня неожиданно у нас запланировано не шесть, а семь туров. То есть на завтра останется всего четыре. Видимо, сделано для того, чтобы можно было бы нормально, не торопясь, устроить церемонию закрытия, ну и спокойно людям разъехаться. Итак, после шести... К шестому туру у нас осталось восемь лидеров, восемь человек, которые не потеряли ничего до этого. То есть одержали все пять побед. Именно они как раз на первых четырех досках встречаются между собой. Петросян Гусейнов, Александров Джабава, Наварас Тупак и Мелкумян против Михалевского. Вот, то есть получается восемь человек. Соответственно, если у нас будут результативные партии... После шестого тура у нас останется четыре лидера, после седьмого два и после восьмого один. Да, ну, в общем, так или иначе, единолично лидер будет определен. Вот начинается этот самый шестой тур. Я отмечаю, сейчас посмотрел, просто жеребьевка. В семи первых столиках у нас есть пять белорусских шахматистов. Пять. То есть Александров играет с Джабавой, Михалевский играет с Мелкумяном, вот это лидеры. Дальше следующие столики. Жигалка Сергея играет с Тухаевым, Илья Смирин играет с Мавсисяном, а Сергей Азаров играет с Наджелом Шортом на седьмом столике. То есть пока белорусские шахматисты выступают в высшей степени успешно, ну и кто-то из них, я думаю, должен выстрелить. Ну а мы сейчас идем к первым столикам, посмотрим, как играют лидеры. Ну, мне кажется, что Бадур Джабава сегодня звезда сегодняшнего дня однозначно. Он сейчас играет как раз с Алексеем Александровым. Это у нас лидеры, ну на первом столике номинальные лидеры Тигран Петросян снова взобрался наверх и играет с Гадиром Гусейновым. Эти же шахматисты вчера и в Блиц-турнире тоже действовали блестяще. Но вот Тигран Петросян в какой-то момент стал проигрывать и опускаться вниз турнирной таблицы. Гадир действовал успешнее. Но обоим не удалось ворваться в тройку призеров. Здесь у нас довольно такая симметричная позиция. Мы видим, что петчатая структура это абсолютная симметрия. И черные, кстати, у них нормальное развитие. Мне кажется, что вообще по темпам, сейчас представим себе, белые сыграли коми БД2. Ферзь Е7, получится абсолютная симметрия. Ну вот как раз Тигран Петросян решил как-то иначе развивать фигуру. Видимо, слона ставят на БД2, а там видно будет. Вот, ну а это Алексей Александров. В принципе, за последние 20 лет он мало изменился, могу вам сказать. Вот в середине 90-х он выглядел точно так же. Только тогда он смеялся чаще и громче. Вот, сейчас, конечно, ну с возрастом уже эмоции не те. И так уже не посмеешься, как раньше в молодости. Так, ну вот мы видим, что Алексей играет белыми и в страндийской защите. Ну вот, применил интересную расстановку. Видимо, слон через G5 попал на Е3. Давайте включим сейчас диаграмму. Вот мне уже интересно, как же это все-таки получилось. Итак, смотрим партию Александров-Джабава. Итак, у нас получается вполне стандартная страндийская защита. Ну, слон G5 такой выпад несколько провокационный. То есть белые вызывают ход H6 и встают на Е3. В будущем это позволит им, например, сыграть ферз-Д2 с темпом. Вообще схемы с H2-H3 сейчас удивительно популярны. Только первым делом, как правило, белые развивают коня на F3. Вот усилиями чемпиона России Евгения Томашевского как раз этот вариант сейчас стал очень популярен. И среди профессионалов, и среди, ну, шахматистов по ниже уровням. Потому что, когда Томашевский раз за разом обыгрывает таких шахматистов, как Грещук, это, конечно, очень заманчиво. И всем хочется повторять это. Последовал конь H6. То есть теперь вот вопрос, как белые будут развиваться. Например, если сыграть Е5-Д5 вот в этой структуре, ну, допустим, так. Вот здесь в этой структуре белые потом и G2-G4 могут добавить, чтобы предотвратить всяческую контррегу черных на королевском фланге. Дело в том, что тогда провести F7-F5, ну, это будет сопряжено с громадным риском для черного короля. Ведь белые при случае могут отправить короля и на ферзовый фланг. Так что здесь, в общем, есть у них определенные опасения. Ну, не знаю, судя по ходу коня H6, не исключено, что Баадур может сыграть и Ц5, например. Я не исключаю. Вообще, творческий почерк у этого шахматиста настолько своеобразный, настолько необычный, что, конечно, предугадать его действия крайне тяжело. Но отмечу, что играть нестандартно и необычно может практически любой шахматист на планете Земля. Проблема в другом. Проблема в том, чтобы при этом еще играть и сильно. Вот Баадуру это удается. Баадуру это удается. Но могу сказать, что это требует громадной энергетики. Это требует большой выдумки. И, ну, так играть легко, пока молодой. Пока много, действительно, жизненных сил. А с годами, конечно, такой самобытный творческий стиль игры, он становится, ну, палкой о двух концах, когда иногда сам себя уже обыгрываешь. Вот собственное творчество приводит к беде. Ц6 сыграл Джабава. Ну, вот этот ход я угадать никак не мог, сами понимаете. Вот. Что дальше хочет Баадуру? Ну, бог его знает. Может быть, Е7, Е5. Не удивлюсь, если в какой-то момент Д5 последует вероломная. Ну, в общем, это чистой воды рулетка. Так что, может быть, Баадуру сам не знает, что будет дальше делать. В какой-то момент его рука сделает очередной гениальный ход. И весь мир разумится. Ах, как же он хитро придумал. Так, а мы смотрим дальше. Давайте посмотрим, как Навара играет с Кириллом Ступаком. Так, ну, здесь у нас совсем все как-то разменивается. Простенько. Ну, тоже пирс уфимцев. Вы знаете, сегодня удивительно много дебютов со слоном на G7. Ну, вот азербайджанские гроссмейстеры очень часто так играют. Тот же Гадир Гусейнов и Рауф Мамедов. Кстати, что-то я Рауф Мамедова не вижу на лидерских столиках. Где-то он потерял очки. Да, Е5. Ну, и вот Давид просто разменял ферзей и собирается нападать. Вообще-то пешку на Ф6 в подобной структуре, конечно, черные стараются поставить. Но пока не так-то просто это сделать. Если король Е7, то, наверное, еще слон С4 добавим огоньку. А если конь А6, ну, не знаю, может быть, даже Ф4. Может быть. Я не утверждаю наверняка, но, в принципе, белые могут пользоваться своим небольшим преимуществом в развитии и вот так играть активно. Вот. Ясно, что играть конь G5 только для того, чтобы черные потом сыграли Ф6 и отправили коня назад на Ф3, наверное, у Давида какие-то иные планы на эту позицию. Но после конь G5 его соперник Кирилл Ступак задумался. И поэтому мы пойдем посмотрим, как играет Виктор Михалевский. Виктор давно живет в Израиле. А я как раз помню, когда он еще жил в Белоруссии, тоже в Швейцарках 90-го года. В Польше, в Венгрии, в Чехословакии и в других странах мы с ним регулярно пересекались. И даже играли в шахматы. А последний раз я с Виктором Михалевским играл в Монреале. Вот такой вот забавный поворот судьбы в Монреале. Причем он меня обыграл. Я потом отыгрался, но только в Блиц уже, в официальном тоже в Блиц-турнире. Ну а в том турнире в Монреале Круговом Витя сыграл лучше меня. Так, дело было в 2005 году. Давно уже. Так, ну в общем здесь, если честно, Хрант Мелкумян играет без напора совершенно. То есть он позволил черным не просто в центре действовать на равных, но даже еще поактивнее. То есть, но при этом, смотрите, вот такой встречный удар. То есть белая пешка сначала была на С3, потом продвинулась чуть подальше. Так, я так понимаю, что уже какая-то разгрузка произошла. Размен на Д4 и КБ6. То есть черные приглашают белую пешку на С5, чтобы стабилизировать свой собственный центр. В случае С5 этот конь с удовольствием вернется на Д7. Но потом уже давления в центре у белых не будет. А пешка на С5, между прочим, может оказаться слабой. Потому что поддержать ее путем Б2-Б4 здесь не так-то просто. Но если разменяться на Д5, тогда черные опять-таки возьмут на Д5. Мне кажется, что здесь никаких проблем у черных лично я вот не наблюдаю. Ну, посмотрим. Хрант Мелкумян, конечно, шахматист очень хитрый, коварный. Но, в общем, пока нет таких визуальных причин переживать за Виктора Михалевского. Давайте я включу на несколько мгновений партию Сергея Жигалка. Вот, я думаю, он заслужил особые к себе отношения. Но это известный вариант. Это из варианта Алапина в Сицилианке. Ну, проще говоря, С3. Да, вот это известная позиция. И здесь сейчас вот эта задвижка С4 достаточно популярна. Ну, и Ж5. Это все теория хорошо известная. Брать на Ж5 тогда на Е5 возьмем. Но вот поэтому белые в какой-то момент эту пешку могут сдать на Е6. И только потом бить на Ж5. Ну, структура, мягко говоря, не классическая. Здесь я полагаю, что соперники еще продолжают демонстрировать теоретическую подготовку. Но пешку С4, конечно, желательно белым каким-то образом устранить. Например, путем Б2-Б3. Почему не Д3? Я думаю, что если мы сыграем Б3 и устраним ее пешку, тогда потом получится сыграть Д4. Ну, чтобы в центре получить превосходство. А в случае Д3 взял-взял. Но там черные, наверное, вот эти пешки по центру будут постепенно продвигаться. Во всяком случае, преимущество пространства белые не получат. Хотя, конечно, тут надо смотреть еще и конкретно. В общем, Сергей Азарова... Ой, Сергей Жигалко. Да, Азаров тоже у нас играет. Сергей Жигалко должны быть на этот счет свои соображения. Так, ну, я не могу не обратить внимания на Илью Смирина. Он играет Сергеем Мавсисяном. Но здесь абсолютно стандартная позиция. Она тоже возникла из варианта Паульсона социлянской защиты. Ну, я так понимаю, что Мавсисян, кстати, один из главных экспертов в мире по этому варианту. Каждый занимается своим делом. Илья Смирин с детства любит атаковать. А Сергей Мавсисян любит и умеет защищаться. Ну, в общем, у белых есть определенные инициативы. Но, наверное, пока ничего страшного. И, наконец, звездная партия Сергея Азаров против Найджела Шорта. Ну, определение звезда все-таки скорее относится к Найджелу Ивановичу. Так, ну, что у нас здесь? Ну, вот Найджел, смотрите, развил слона. Да, развита одна единственная фигура. Зато развита хорошо. Слабости у черных нет. Структура в центре стабилизировалась. Как ни странно, это была французская защита. Мне даже стало интересно, как это случилось. Ход А6. Ну, вот такой он Найджел. Ну, я здесь черными люблю играть А6. Это известный теоретический вариант. Основной ход, конечно, С5. Ну, и Конь Ф6. Ну, вот видите, до чего не только голь на выдумку хитра, но и супер известный игросмейстер тоже способный играть вроде бы левые варианты. Ну, на самом деле, Конь Д2 сам по себе ход не агрессивный, поэтому черные могут себе позволить почти что угодно. Но вот давайте посмотрим, могут ли. Итак, у белых, конечно, большое преимущество в развитии. Черные позволяют еще себе сделать три хода слоном. Вот вы подумайте, три хода слоном при неразвитом королевском фланге. То есть, детям такую позицию, такую партию показывать нельзя. Детки, которые смотрят сейчас эту партию, закройте глаза, так никогда не играйте. Вот. Ну, я думаю, что здесь белым действительно не так-то просто вскрыть центр. Конь Д2. И Конь на Е4 идет. Последовал Конь С6. Ну, худо-бедно черные просто... Черные тоже развиваются. Последовал ход А3. Но теперь проблема у них, знаете, заключается в том, что не просто завершить развитие. На слон Е7 последует Фер Ж4, пренеприятнейший ход. И нет хода 2-0, а за слон бьет А6. Ну, а ход королев 8, у него есть вполне конкретный недостаток. То есть, ладья с H8 долго не выйдет в борьбу. Так что, на мой взгляд, у Найджела Шорта здесь есть существенные проблемы. Как он их будет решать, ну, ему одному известно, посмотрим. А я возвращаюсь на первые столики. Давайте. Ну, честно говоря, на партии Петросян-Гусейнов как-то надолго задерживаться не хочется. Уж слишком сухая симметричная позиция. Ну, черные могут тоже развить слона на B7. Могут и на А6. Потом Ферзь уйдет на С8. Белые совершенно категорически не претендуют на что-то серьезное. Мне кажется, что здесь все самое интересное будет впереди. Ну, вот тогда мы это и обсудим. А теперь Леша Александров. Вот здесь надо остановиться подробнее. Итак, после хода С6 Алексей сыграл Ферзь Д2. Действительно напал на пешку А6. То есть, получается, что белые вовсе не потеряли темп. Король А7, слон Д3. Вообще, прицелиться по диагонали на черного короля – это всегда приятно. Мало ли, когда это скажется. Е5. Черные закрывают эту диагональ. Но, судя по всему, брать два раза на Е5 не совсем хорошо. Но там даже удар конь бьет Е4 может пройти. Поэтому Алексей играет 2-0. Размен, размен. Ладья Е8. Нажим на пешку Е4. Это здесь, в общем, вполне стандартное действие. Но в этом плане, кстати, слон на С2 расположен хорошо. Конь Б4. Вот забавное дело. Видимо, Алексей считал, что коню на Б4 делать нечего. А5, А3. А3 и конь А6, да? После А3 конь ушел на А6. Но, я думаю, ход Б4 здесь пока преждевременный. Взяли-взяли и С5. Черный конь на С5 прорвется. Последовал конь Б3. Теперь, таким способом Алексей пытается не пустить черного коня на С5. Но последовал ход слон Е6 неприятный. Потому что пешка С4 зависает. Что делать? Ну, наверное, слона на Д3 возвращать. Тогда у черных появится идея конь Д7, конь Е5. Ну, кстати, давайте посмотрим дальше. Конь Д7. Может быть, так можно сыграть агрессивно. И, может быть, где-то Ф5 будет подграживать. Вот, допустим, такая может конструкция получиться. Взяли-взяли. Ну, и, может быть, Ф5 смело. Ну, и дальше война. Не знаю. Не знаю, к чему это приведет. Но я надеюсь, что... Да, слон Д3 сыграно. Я надеюсь, что слабость королевского фланга черных все-таки в какой-то момент может сказаться. Итак, после слона Д3 ждем очередного решения от грузинского гроссмейстера. Ну, конь Д7 выглядит самым стран-индийским образом. Мне кажется, что Бадур вполне может так сыграть. Хотя, опять-таки, я вынужден лишь повториться, что полет его мысли для меня иногда совершенно недоступен. Ну, здесь вплоть до хода Д5 может что-то последовать. Потому что, как мне кажется, хватает у черных боев, да? Ну, хватает. И к тому же конь на Б3 зависает. Да, здесь может начаться какая-то динамика. В общем, пусть Бадур подумает. Мы пойдем дальше и посмотрим, как играет Давид. Вы знаете, конь G5 все-таки вынужден был уйти в СВАСе. Но, в общем-то, этот прыжок оказался не зря. Итак, после коня А6 последовал слон С4. Теперь, если Ф6, то белые разменивают очень важного белопольного слона черных вилкой на Е6. Последовал король Е8, 2-0. Так, вот на Ф6 опять-таки заготовлено конь Е6. Конь Д7, А5. Ну, такой зажим со всех сторон. Черного коня на Б6 не пускает. Конь Ф8. Вот теперь черные подготовили ход Ф6. Поэтому белым пора уже предпринимать активные меры. Ф4. ЕФ. И Ф6. Ну, честно говоря, все это выглядит довольно неказисто за черных. Конь последовал здесь слон Е6. И белые прорезают ферзовый фланг путем А6. На слон С4, конечно же, следует АБ. И эта пешка стоит больше, чем фигуру. Больше, чем фигуру. Поэтому черные играют Б6. Ну, я считаю, что с позиционной точки зрения, это уже достижение. Для белых пешка А7 в любом окончании будет слабостью. За ней можно будет зайти. И белые сыграли слон Д3. Но тоже учебный момент. Незачем. Незачем развивать соперника. Размен на Е6 это было бы самое естественное решение. Но при этом конь на Е6 вышел бы с темпом. Черные даже могли бы рокировать при желании. Ну, а после слон Д3 конь на Ф8 черным только мешаются. Ну, в данной ситуации я, наверное, не буду пророком, если предскажу, что белые собираются прорваться путем Е4, Е5. Ну, и вскрыть какие-то новые линии для атаки. Наверное, есть еще выпад конь Д4. Может быть, еще можно ладья Е1 каким-то образом централизацию создать, чтобы потом, ну, уже прорваться каким-то образом в центре. Смотрим на показания часов. Давид Навара играет очень быстро, очень уверенно. А его соперник Кирилл Ступак, ну, наверное, в общем, вынужден тратить много времени для того, чтобы не проиграть сразу. Так, ну и Витя Михалевского посмотрим. Гомель волнуется, Белоруссия сопереживает. Так, что у нас было после конь Б6? Последовал все-таки размен на Д5. Конь Д5 и конь С4. Ну, можно сказать, что пешка опять немножко оторвалась от коллектива. Здесь какой-то уязвимый пункт Б6, может быть, слон Ж3, конь Д6, такая есть идея. Но интересно, что это не мешает Виктору подталкивать слона к этому полю. Дело в том, что его конь прекрасно встает на Е4 и не только атакует слона, но и присматривает за полем Д6. Слон Н2, Ф5. Ну, знаете, такая очень агрессивная, такая откровенная манера игры со стороны черных. Как бы здесь, конечно, все это не покатилось назад. Все-таки, я еще раз повторю обычную банальность, пешки назад не ходят. Сейчас где-нибудь слон Д3, Ф3, к пешке Ф5 можно прицепиться. Ну, а Хранд Мелкумян играет слон Х5. Вроде бы простая идея, да, нападаем на ладью, посмотрим, есть ли у ладьи хорошие поля. Ну, мне кажется, ладья Ф8. А, в этом случае пешка на Е3 не будет подвисать. Может быть, здесь какие-то будут в дальнейшем варианты, когда можно будет провести Ф3. Но, наверное, не сейчас, потому что пока на Ф3 следует ход конь Ф6 и слон на Х5. А ну-ка, давайте посмотрим дальше. Слон же 6. Нет, тут конь Е7 есть. Видимо, что этот слон заплутал здесь. Нет, так играть не надо. То есть, черные вправе отступить ладьей на Ф8. И, наверное, белые сразу их за это не накажут. Ну, кстати говоря, я думаю, что здесь у черных есть еще какие-то возможности перестроиться. Один конь на Ф6 может пойти. Может быть, ферз Е7 где-то выступить. Мне кажется, что у Вити Михалевского неплохая позиция. Но другое дело, что, сделав несколько агрессивных ходов, ну, наверное, он взял на себя повышенные обязательства. Но оценивать позицию я не берусь. И я сразу решительно перескакиваю к партии Азаров-Найджел-Шорт, в которой Сергей начинает атаку. После хода А3 последовало ферзь H4. Но таким образом черный не пускает белого коня на Е4. Конь Е4, тем не менее. Оказалось, что пускает. Теперь на слон Е4 последовал бы Ж3. И вот этот размен на Е4 был бы выгоден белым. Последовало 3 нуля. Оказывается, что именно для этого ферзь Наш4 выскочил. Ф4. Но какой-то нейтральный комментарий к ходу Ф4 дать невозможно. Ясно, что опять-таки белые берут на себя серьезную ответственность. Ну, простые, простые есть варианты. Можно сыграть слон Е7 и сделать вид, что черный ферзь теряется, да? Ж3, конь Ф2. И вроде бы ферзь попался, он на самом деле дает мат. Ну, не знаю, слон Е7 и у черных появляются идеи подрыва где-то Ж5. Но все-таки ферзь находится в опасном положении. Может быть, можно как-то его все-таки здесь приголубить. Ну, например, вот так. И теперь на ферзь Ф5 мы играем конь Д6 и потом бьем на Ф5. Но, если честно, вот в такой закрытой позиции, я думаю, что даже две фигуры за ферзя могут стать определенной компенсацией. Но, с другой стороны, ясно, что на победу здесь могут играть, пожалуй, только белые. Итак, задумался Найджел. Я не исключаю, что здесь можно даже гамбиты какие-то играть. То ли Ж5, то ли Ф5. Ф5, кстати, совершенно не гамбит. Ф5 не исключено, что вполне нормальный позиционный ход. Чуть-чуть захватывает пространство. А если ЖФ, ЕФ, тогда... Ну, вот здесь опять слон Ф2 есть ресурс. Вот видим, что черный ферзь все-таки никак не может найти себе такое хорошее место. Так. Ну, опять-таки, Ж3, да? И я не вижу, куда убирать ферзя. Так что Найджелу надо тут подумать. Ну, убирать ферзя на Е7 просто противно. Да, вот по-человечески, психологически очень трудно такой ход исполнить. Всегда хочется какие-то военные действия. Давайте попробуем атаковать черными вот таким образом. Значит, берем на Е4 и на Д4. Теперь, если взять и сюда, ну, я думаю, здесь понятно, да, что просто брать на Д4 нельзя из-за потери ферзя. Но тут могут быть другие обстоятельства. Допустим, взяли-взяли. На конь Д4 может быть такой ход. И на ферзь Х3. Ну, я, честно говоря, не вижу, как это все опровергается сразу. Допустим, слон Ж2, ферзь Ф5 есть ход, да? Ну, и как ловить этого ферзя? А на слон Д4 по-прежнему ладья бьет Д4, да? Отсюда у меня такой комментаторский вопрос. А не зевнул ли удар на Д4 Сергей Азаров? Не зевнул ли? Ну, хорошо. Если слон Е4, Ж3, вот этот промежуток вряд ли что-то помогает. Потому что ферзь все равно идет на А3. И, опять-таки, вот здесь следует конь Д4. Ну, а Найджел Шорт решил иначе. Он после Ф4 сразу сыграл слон С5. Ну что, мужское решение. Боевое, а? Ну, понятно, что взятие на С5 слон Е4 здесь, наверное, белым просто плохо. Ну, если не считать, конечно, вот такой изящной жертвой ферзя. Кстати говоря, может быть, с неясными последствиями. Я думаю, что здесь определенная компенсация есть. Но, наверное, Сергей захочет что-то большее. На Ж3 все время играем ферзь А3. То есть, вряд ли это что-то даст. На слон Ф2. Ну, здесь, во-первых, какие-то ходы типа слон Д4 могут последовать. И видим, что этот слон связан и не успевает взять ферзя. В общем, если честно, очень тревожно за белорусского шахматиста. Есть еще взятие конем на С5. Тогда следует БЦ и... И, опять-таки, в центре у черных получается определенная инициатива. Не знаю, не уверен я в решении белоруса. Пусть жизнь покажет, пусть... Вот, кстати, смотрите, вон там на дальнем плане, вот там Найджел Шорт со своими седыми волосами сидит напротив белорусского гроссмейстера. Ну, я думаю, что Сергею, в принципе, приятно сыграть с таким выдающимся человеком. У меня было такое счастье. В конце 90-х годов мне посчастливилось на острове Isle of Man рядом с Англией сыграть в турнире. И там я сыграл с Найджелом Шортом. Но не сочтите за хвастовство. Мне удалось выиграть ту партию. Но виной всему был футбол. Дело в том, что в тот день проходил футбольный отборочный матч. Англия играла против Шотландии. Соответственно, никто из англичан и шотландцев не мог играть нормально в шахматы. Всем хотелось тут же убежать из турнирного зала и припасть к телеэкранам. Дело в том, что матч начинался примерно часа через полтора после начала тура. Ну и, соответственно, разыграв дебют, Найджел быстренько предложил мне ничью. Но не мог я согласиться на ничью с человеком. Я первый раз встречался за доской с человеком, который играл матч на первенство мира. Естественно, мне хотелось продлить это удовольствие. Ну, в общем, Найджел дальше играл нервно, как-то неорганизованно и проиграл. Проиграл достаточно быстро. Я так понимаю, что конец матча он еще успел посмотреть. Так что все остались довольны. Вот. Но шансов отыграться я ему уже не дал. Потому что мы больше не встретились, да. Сейчас мы с ним встречаемся, здороваемся. Но еще по другим делам я с ним общался. Вот. Ну, конечно, исключительно приятный в общении человек. Для тех, кто изучает английский, общаться с ним – это просто огромная школа. Он, кстати, блестящий комментатор. Вот на английском языке, если у вас есть какая-то возможность слушать его, то очень-очень рекомендую. Но он комментирует почти так же хорошо, как и с Видлер. И английский у него тоже почти как у Свидлера. Это, конечно, завуалированная шутка. Потому что Петр все-таки наш человек. Но его английский хвалят все даже шекспироведы. Так, задумался Азаров. И мы оставляем его здесь в этом созерцании. Тем временем разительные перемены произошли в партии Петросян-Гусейнов. Вы знаете, структура как-то резко изменилась. Дело в том, что Петросяну удалось внедрить коня на Д5. Ну и здесь Гусейнов не выдержал напряжения и взял. Но при этом, видите, он ходом Е4 открывает слона Ж7. И надо признать, что в тактических осложнениях не все так будет просто. Ну, не знаю. Первое, что напрашивается, как-то пешку метнуть дальше. Конь Ж4. И как-то пожертвовать качество. Вот это вот, ну, скажем, Ферзь Е2. Взяли, взяли. Ну, тут какое-то такое качество пожертвовать это за милую душу. Я считаю, что здесь у белых будет компенсация. Хотя бы потому, что слон встанет на Б2. Черному королю придется здесь, наверное, не очень хорошо. Но чужой материал жертвовать всем и мастера. А вот, не знаю, в своей партии я, наверное, еще бы подумал. Может быть, просто сделал бы ход H3. Может быть. Вот. Ну, как сыграет Тигран Петросян? Ну, это только ему ведомо. У него еще 6 минут. Есть время для подумать. Вообще, после фильма, после сериала «Ликвидация» одесский язык стал проникать в мой комментарий. И какие-то отдельные поговорочки вот как-то по неволе уже становятся таким в обиходе. Но я стараюсь с этим бороться, потому что Одесса – это Одесса, а все-таки русский язык надо как-то блюсти. Так, давайте посмотрим, что у Александрова с Джабавой происходит. Вот опять я склонил Баадура, да? По фамилии. Это неправильно. Итак, после того, как черные напали на пешку с А4 один раз, тут сыграно А4. Вот он какой, а? Я даже озадаченно замолчал. А что на взятие будет? А что будет на взятие? Наверное, Б5. А, Б5, конь, Б6 еще какой-то ход. Нет, ну разобраться в этом решителе нет никакой возможности. Я считаю, во время шестого тура за день уже комментировать такие вещи не нужно. Нужно сказать, что взятие на А4 было почему-то опасным. Я не знаю почему. Конь Д4 сыграл Алексей. Но надо сказать, что для черных это серьезное позиционное достижение. Было сыграно слон Д7. Но теперь взять на А4, наверное, нехорошо из-за того, что пешка Е4 теряется. Конь Ф3, Ферз А5. Но еще со времен Бронштейна, молодого Бронштейна, известно, что вот такая структура в пользу черных на ферзовом фланге. Потому что здесь видим, что пешка Б2 хроническая слабость. Пешка А4 как раз в одиночку блокирует 2. Ну и поле Ц5. Очень хорошее. Слон Ц2. Но Алексей не оставляет попытки все-таки достать эту пешку. И попутно, попутно угрожает пешке Д6. То есть структура структурой, но надо еще и варианты посчитать. А как черные здесь могут играть? Ну опять-таки есть ход слон Е6, да? В страниндийской защите примитивно защищать пешку Д6 нельзя. Надо контратаковать. И теперь на ферз Д6 берем на Ц4. Вот те, кто изучал партии Геллера, Бронштейна, Штейна и других страниндийцев, знают, что именно в динамике иногда держатся такие слабости, как пешка Д6. Так что слон Е6 я бы рассмотрел за черных в первую очередь. Ну, возможно, конь Ц5 можно посмотреть. Хотя вот здесь ферз бьет Д6. Я, честно говоря, не вижу, как наказать белых. Дело в том, что в случае взятия на Е4 слон на Д7 провисает. Ну хорошо, Бадур опять-таки способен нас необычайно удивить. И поэтому просто подождем его решение. А вот видите, он хватается за ферзя и все-таки скромненько защищает эту пешку. Но хочется ему еще один вопрос задать. А что на слон Ф4, дорогой? Ну, Алексей, в принципе, то же самое. Тот же вопрос задает, только от ладьей с Д1. Хотя слон Ф4, вы знаете, очень был жесткий ход. Как-то неуютно тут черным. Хоть слон Ф8 играй. Так, опоследовал ладья ФД1. И вот теперь черные с удовольствием сыграли слон Е6. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, слон Ф4 был еще сильнее. Тем временем Давид Навара очень легко и быстро выиграл свою партию. Вы знаете, Давидушка сегодня в ударе. Так, погодите, а где эта партия Давид Навара? Сейчас, сейчас, сейчас. Третий столик сбоку, да, вы хотите сказать? Ой, что произошло. Смотрите, какое побоище. Итак, после хода Ф4. Конь Ф7 было сыграно. Конь Д4. Напали на слона. Слон Д7. Слон С4. Но все-таки неуютно этим лошадкам. Конь Е5. Слон Б3. Но пока вроде бы все неплохо, да? Ладья С8. Ладья Д1. Ладья С7. Вот черные делают все, чтобы укрепить свою позицию. Слон Ж3. Но тем не менее, развиваться черные никак не могут. Слон пошел на С8. И тут неожиданно началось. Бац. Бац. Теперь на ладья бьет С6. Ну, как минимум, слон А4. А может быть, еще более страшный. Слон Ф7 и конь Д5. И на слон Д7 просто мат в один ход. Ну, вот что поделать. Слон, животные очень сильные. Против него нет защиты. Если вы не кит и не в море, да? Итак, ну, в общем, честно говоря, здесь встречались шахматисты разного веса. Вот так, если уж продолжать тему слона. Так что Давид у нас является на данный момент, на данную секунду, единственным лидером турнира. Но что-то мне подсказывает, что скоро это единоличное лидерство будет разбавлено. Итак, а вот тут, вы знаете, я сумел попасть пальцем в нужную звезду. Действительно, Д6 сыграл Тигран Петросян, не опасаясь выпада конь Ж4. Итак, конь Ж4, ферз Е2, слон А1. И здесь неожиданно не ладья бьет А1, а вот такой точок Д7. Теперь после конь Д7 белые отыгрывают фигуру. Ну, то есть, потеряли ладью, взяли легкую фигуру. Но при этом, смотрите, получается, какая Петрушка. Под боем и конь Д7, и слон А1. А не проигрывает ли Гадир Гусейнов, дорогие друзья? Ну, в определенном смысле это сенсация, потому что до этого он выглядел исключительно надежно. Но вот я не вижу спасения за черных. Я прошу помощи зала. Где спасение за черных? На Ф5 берем на Ж6. Ну, сыграно конь Е5 уже. Ну, можно взять на С8 и взять на А1. Мне кажется, позиции носят, ну, если не технический характер, то близко к тому. Да, уже сыграно. Ферз бьет С8. Ладья бьет А1. Я думаю, надо бить на С4. И играть как-то ладья Д8, пытаться внедриться на второй ряд. Но это единственный шанс для черных. Единственный. Не знаю, достаточно ли он для чего-то. Вот если бы белый слон стоял на Е3, допустим, то можно, в общем, было определенно сказать, что положение абсолютно безнадежно у черных. Но пока черные ладьи сохраняют активность, да, вот такая позиция уже стоит сейчас. Пока у черных есть, как сказал Сергей Бубко, пока есть хоть одна попытка, ты не проиграл, да? Ну, а в шахматах это звучит так. Пока ты имеешь возможность на кого-то напасть, еще всякое возможно, да? Перевожу на шахматный язык. Но, тем не менее, перевес Петросяна, на мой взгляд, совершенно очевиден. Два слона, они и в Африке, и в Белоруссии, все-таки два слона. Это мы только что видели по примеру Давида Навара. Так, идем дальше. И смотрим, как Алексей Александров у нас разменял пешки. Так, после слона Е6 последовало комбиот А4. Конь С5. Фантастика какая-то. А-а-а, вы знаете, в чем хитрость оппозиции. На слон С4 было заготовлено конь Б6. Так что здесь черные теряли материал. Поэтому Баадуру пришлось играть конь С5 и фактически играть просто без пешки. Да, то есть Алексей сумел выиграть здоровую лишнюю пешку. Е5. Слон Д6. Аж 4. Ну, брать на Б2, я надеюсь, все понимают, почему нельзя. И за слон бьет же 6. А Алексей, вообще говоря, хочет еще продвинуть пешку на Аж 5 и заняться черным королем всерьез. Ну, я боюсь предвосхищать позиции, события, но, по-моему, у Алексея Александрова огромный перевес. Огромный перевес. Как говорят в народе, пешка лишняя, да, зато позиция лучше. Ну, то есть, обычно говорят с другой стороны, пешки не хватает, зато позиция хуже. Вот это может сказать про себя Баадур Джабава. Правда, в прошлом партии я говорил то же самое. Ровно то же самое. У него не хватало ровно пешки против Константина Сакаева. Казалось, что шансов немного, даже на ничью. А он взял да выиграл. Ну, посмотрим, что будет сейчас. Последовало король G8. Так, а что у нас по времени? Три минуты против трех. Так, ну что, Леша, соберись. Вспомни молодость, вспомни наши боевые девяностые. Как мы там голодали. Как мы на одном завтраке вообще целый день могли протянуть. Как мы тащили из Союза консервы, рассчитывая на каждый день. А покупали мы там только хлеб, иногда молоко. А потом вскрывали консервочки. Каждый доставал из рюкзака вот такой примерно кипятильник. Вставляли его в какую-то посуду и делали чай или суп на всех. Вот это были времена. Знаете, вот есть что вспомнить. Желудок тогда был хороший. Сон тогда был крепкий. Волос на голове было много. А жизнь казалась удивительной и смешной. Вот если сейчас мне одеть на спину рюкзак с консервами, да отправить в какую-нибудь дешевую швейцарку, я, наверное, там просто умру. Но, к счастью, никто не станет сейчас на мной так издеваться. И в первую очередь я сам. Надо мной. Итак, сыграно H5 G5. Вообще, молодой Леша взял бы на G5. Он, кстати, смотрите, и современный не отказал себе в этом удовольствии. Взяли-взяли. И угрожает ход H6. Лазья Е6. Ну, разумеется, у белых должна быть могучая компенсация. Здесь B3. Ну, теперь брать слон бьет B3 за ладья B1 нехорошо. Слон H6, да? Ну что, может быть, ферзь F5, тогда ладья H6, да? Вот кажется, что уже мат. Ну, собственно, когда Микола Бортник атаковал Джабаву, тоже казалось, что уже мат. Но вот удивительно, все-таки изворотливый этот шахматист. Слон F5. Ладья H6. А как же побеждать-то? Но, между прочим, обратите внимание, что белые отдали все-таки фигуру. Так что играют с огоньком. Ну, давайте уже говорить на чистоту. Вот, честно говоря, вот в этой позиции не было никакой необходимости жертвовать фигуру. Я думаю, можно было действовать не торопясь. Но Алексей действительно решил вспомнить молодость. Он сыграл Е6. И теперь на ФЕ собирается сыграть слон Е5. Вот такая идея. ФЕ, слон Е5. Ну и задать очень неприятный вопрос слону на G7. На коне в 6 еще добавим огня ходом ладья D7. И постараемся поставить мат. Вот в молодости Алексей именно так и побеждал. Но последовало ферзь D8. Ай-яй-яй. А где же выигрыш? А где же обещанный выигрыш? Ну, размен на D8 это, конечно, не вариант. Так выиграть партию нельзя. Так даже спастись не удастся. Взяли на F7. Допустим, слон G6, король G8. И что дальше? Ладья бьет D5, но там только один шаг. Хотя, конечно, ладья на A6 смотрится довольно комично. Я думаю, даже вот в этой позиции у белых есть серьезные шансы на успех. Потому что черный король находится в плохом положении. Да, наверное, так Алексей сыграет. Но, судя по всему, его уже понесло. Как Остапа во время сеанса. И сейчас я считаю, что это игра на три результата. Алексей может и выиграть в блестящем стиле, а может и проиграть, к сожалению, без особой борьбы. Всякое возможно. Так, позвольте мне посмотреть, как дела там у Сергея Азарова, который играет. А Сергей Азаров, к сожалению, проиграл Найджелу Шорту. Давайте мы это должны увидеть. После хода слон C5 последовало ферзь А4. И центр белых развалился. Ну, может быть, слон D4 надо было сыграть. Ну, тоже там какие-то, наверное, были. А слон D4, кстати, почему не было сыграно? Слон Е4, слон C5, да? Ну, слон D3. Хорошо, давайте просто смотрим партию телеграфным текстом. Взяли, взяли. Шах на А8. Шах еще раз. Ну, вот фактически белые все отыграли. Получилась просто позиция с позиционным перевесом черных. И вот этот подрыв G5 выявил слабость в расположении белого короля. Причем, Найджел, смотрите, переводит игру в эншпиль. Но здесь связка неприятная. Вот, видимо, развязаться не удалось, да? Да, просто теряют фигуру белые. Ну, что сказать. Класс есть класс. Я думаю, Найджелу Шорту мы увидим среди лидеров скоро. Так, Тигран Петросян у нас, кажется, взял ситуацию под контроль. После того, как был сыгран ладья Д8, последовал ход слон Ф1. Почему-то ладья Д2 здесь не сыграл Гадир Гусейнов. Он сыграл Ц5. Ограничивает слонов. Ладья Е1. Ну, не знаю, как-то. Ф5, слон Ц1, ладья Е6, слон Е3. Не знаю. А, здесь король на Ж7 еще встал. Я, в общем, сказал, что если белые переставят слона на Е3, у них, видимо, будет просто выиграно. Я подтверждаю эту оценку. Мне кажется, черными спасти здесь практически невозможно. Я полагаю, что Тигран Петросян должен довести эту партию до победы. Хотя формально, вроде бы, материальное равенство стоит на доске. Но два слона – это все-таки гигантская сила. Давайте, я предлагаю, сконцентрироваться на партии Алексея Александрова. Очень уж она заводная, да? Итак, шаг на Ж6, ферржи 3, конь Ц3, ладья Е1. Последовала шаг на Е2. И, к сожалению, пришлось еще кое-что жертвовать, да? Не хватает уже целой ладьи. Эх, Леша, Леша, а? Ну, как же так? Ну, вообще, ладья – это большой перевес все-таки. Последовала слон Е5. Я не знаю, честно говоря, напрашивал здесь все-таки ладья Е1 с идеей ладью отправить на Е7. А, ну там на H5 еще висело. Ой, какая неприятность. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. А на H5 по-прежнему висит. По-моему, проигрывает Александров. Просто увлекся он вот этой яркой атакой и не заметил. Может быть, он ладья Е6, ладья А6 недооценил. Просто не заметил человек защиту. Ну, обидно. Вот я вижу, что Леша играет-то хорошо, но вот в какой-то момент увлекся. Ну, и по цветноту решил блеснуть комбинационными способностями, но в результате просто остался без ладьи. Что уж там. Ферзь F6 просто, да? Ладья Е1. Ну, теперь можно спокойно брать на H5. Да, самое неприятное для белых то, что черная ладья выходит из плена. А без ладьи это, знаете ли, не жизнь. Слушайте, ну, вот если есть шахматист в этом турнире, которому везет как первому призеру, это Баадур Джабава. Уже о какую партию подряд он стоит в диапазоне от хуже до безнадежно и опять-таки выигрывает. Но сколько это может продолжаться, я, честно говоря, не знаю. Ну, стиль-то стиль, но надо же все-таки в какой-то момент и перестать испытывать судьбу. Ведь судьба-то, может, должна наказать, по идее, да? Да, слон H5, ферзь D6, ферзь G4. Ну, Алексей, конечно, продолжит сопротивление, но все-таки, я скажу банально, сладья это ладья. Ну, просто ладья F8, да? Все фигуры черных в строю, все в бою. Да, но это очень грустное зрелище. Я думаю, надо приключиться на другой поединок, потому что здесь это чисто нервное движение. Сдался, сдался Алексей. Так, Михалевский, ох ты, Михалевский проиграл Мелкумяну. Но как же так, Витя, Витя. Но, к сожалению, эту партию мы упустили из-под контроля. Здесь очень много событий произошло. Но Витя еще качество пожертвовал. Но выяснилось, что опять-таки материал имеет немалую роль в шахматах. И все-таки постепенно белые реализовали свой материальный перевес. Ну, кстати, в очень хорошем стиле. Я смотрю, что Мелкумян прекрасно играет. И в блиц, и здесь тоже. Ну, вот видите, еще зевнул слона. Так что белорусские шахматисты на самых первых столиках, к сожалению, проигрывают. Ну что ж, тогда смотрим лидеров. Итак, Тигран Петросян предпринимает активные действия. Черные, конечно, делали ставку на то, что должна вроде бы получиться крепость. Что белые нигде не прорвутся. Но после Ф3 это уже не так. Ясно, что белопольный слон обязательно прорвется вперед. Итак, взяли на Ф3. Слон бьет Ф3. И теперь белый слон прорывается туда, дальше. А, кстати, у чернопольного слона в будущем есть заманчивая возможность оказаться на С7. Так, 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 так. Ну, белые все равно сами хотели поставить слона на Д5. Поэтому ладья Д8 бесполезна. В принципе, сейчас слон Д5, слон Ф4 и идем на С7. Последовал король Е6. Не исключено, что Гадир Гусейнов хочет отправить короля куда-то в район поля Д7 специально, чтобы белый слон на С7 не смог внедриться. Ну что, я думаю, да, слон Ф4. А вы знаете, когда белый, черный король уйдет на ферзовый фланг, тогда возникнет другая идея. Слон Ф7. И к пешке же 6 будем приставать. И, кстати, знаете, есть еще какая идея? Например, можно вот таким каким-то способом, ну, не знаю, там, попробовать переправить короля через Ф3, Ф4 на Ж5. Так, сыграно ладья Е7 действительно. Я думаю, что белым надо активизировать короля. Король С3. А вот это куда, кстати? Я не совсем понимаю, король С3 это куда? Зачем? Так, а вот здесь слон Ф7, кстати, появляется ресурс. Так, вы знаете, что-то здесь какие-то непонятные события происходят. Потому что со слоной Ф7, честно говоря, очень напрашивалось съесть те пешки. А последовал король Б2 неторопливо. Но надо на Е7 вернуться. Тогда, может быть, тогда слон Ж5 и ладью на Ж7 можно вернуть. Да, сыграл король Е8. Ну, тогда теперь слон С7. Вот видите, как черных буквально разрывают оборону. Либо на Б6, либо на Ж6 пойдет. Ну, что остается. Может быть, нападать на пешку Ж3. Ну, так он и делает. Я думаю, вот в этих осложнениях слоны должны оказаться гораздо сильнее ладьи. Надо съесть на Б6 и, может быть, даже на А5. И потом эта пешка А пройдет. Ну, допустим, взяли сюда. Потом взяли сюда. На Ф4 еще подцепили черных вот таким ходом. С пешкой Ф4 трудности. Ну, и дальше пешка А триумфальная идет в ферзи. Совершенно выигранная позиция. Взял на Б6. И взял на А5. Да, все протекает по описанному сценарию. Судя по всему, Тигран Петросян присоединится к Давиду Навара. И станет тоже одним из лидеров турнира. Ну, что, Гадир, что тут поделаешь? Ну, надо было, конечно. Король Д7. Ну, видите, как нервные движения он делает. Хочет пешку С5, кстати говоря, защитить. И не пускает слона на С7. Ну, а если слон Б6? А если А5? Я думаю, что белая пешка просто гораздо, гораздо быстрее идет. Можно даже позволить сопернику получить этого очередного ферзя и поставить какой-нибудь изящный мат. Ну, хотя бы, например, ФСБ8 взять на Ж3. Это уже вполне достаточно. Ж5. Ух ты! Ух ты, какая битва-то пошла. Ну, пешка А все равно быстрее. Ж5, А5, пешка А просто быстрее. Заметьте, что слон Д5 контролирует все. И превращение пешки на А8, и поле превращения черной пешки. Ну, просто А6. А, ладья Ж6 есть ход. Ну, кстати, тоже не спасает. А7 выиграли. А, с шахом? Не, ну и что? С шахом ушли королем. То есть, вы знаете, эти пешки, дровишки на королевском фланге белые легко постепенно съедят. Я думаю, это даже эта выигранная позиция. Я имею в виду вот какой вариант. Так, 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 так. Король С3. Сюда, сюда. Взяли, взяли. Потом белый король потихонечку, помаленечку съедает все эти пешки. Да, мы видим, что Петросян идет именно по этому пути. Ну, я не знаю, куда Петросян торопится. Вообще-то мы не в блиц играем. Так что здесь вот сейчас белый король будет постепенно все это хозяйство доедать. Придет на королевский фланг, и одна за другой пешки должны падать. По идее, эта позиция должна быть выиграна. Причем черным можно прибавить пешку на А6, на А7, на Ф6 и на Ф7. Вот количество пешек не имеет значения. Это только будет влиять на продолжительность партии, да? Так, ну хорошо, техническую работу мы наблюдаем сейчас. Причем черный король даже никуда особо не прорывается. Потому что как только он встает на Д4, белый слон встает на Д5. Конечно, знаете, какая идея была бы возможна, если пешка на А1 где-то отвлекает белого слона, и черные успевают доесть все пешки белых. Ну, если бы это было бы возможно, но что-то не верится. Я думаю, что это миф. К тому же белые сейчас угрожают С3. Есть ход С3, не пуская черного короля на Д4. Мне кажется, это уже достаточно большая неприятность. Ну, просто я бы сыграл С3, чтобы черный король никуда не прорвался. Ну, то есть вот здесь предлагаю такой ход. На Ф4 играем король Ф2. Ну и дальше постепенно все забираем. Хотя, может быть, я слишком благодушен, да? Может быть, у черных есть какие-то этюдные спасения? Ну, слона на Ф3 ставим, и короля на Х2, да? Ну, тем не менее, Тигран задумался. Наверное, хочет сыграть потехничнее. Да, С3 он все-таки сыграл. Давайте посмотрим, что тут можно придумать. Ну, не знаю, сыграть Х2, король к ней сразу практически подойдет. Король Д6, а зачем? О, это очень далекая история. Ну, я понимаю, да. Ну, вот и закончилось, да. Нет, ну, это, в общем, слишком уж долго, да. Х2, ну, вот теперь белые. Белые могут, кстати, еще подождать, сделать несколько выжидательных ходов. Слон Ф3, я предлагаю ход. Х4, ну-ка, а, тогда белый король на Ж2 не придет, правильно. Вот поэтому, поэтому королев 2 надо играть. Правильно. Кстати, правильная идея прозвучала, дорогие друзья. Если белые здесь немножко промедлят, то черные тогда успеют вот выставить такую конструкцию. И, а, погодите, как выставить? Вот так сыграл. Ну, тогда король Ф4. Вот начать с хода короля Ф4. Так, подождите, подождите. Слон Х1. А вот это уже интересно. А если здесь Х4? А, тогда король Ф3 есть ход, да? И черного короля не пускаем на Ф4. И хотим сыграть король Ж2, да? Ну, все-таки надо еще. Х3, король Ж3. Я не вижу, честно говоря. Ну, это Цукцван, кстати, для черных. Вот если бы можно было дождаться взятия на Х2, и тогда король на Ф4 пошел. А последовало Ф4 шаг. Король сюда и король Ф5. Ага, вот в чем идея. Теперь, если король Ж2, то идем на Е4. А вот слон Ф3 очень печальный для черных ход. Дело в том, что черный король никуда не прорывается. Следующий ход король Ж2, и все забираем. Ну, здесь уже можно спокойно сдаться. Ну, он хочет аж 1 ферзь и короля на Ж4. Да, король Ж5, король Ж2. Ну, что, Гадир, здесь сделаешь? Дорогие друзья, я думаю, мои комментарии здесь уже не нужны. Просто смотрим, как Тигран доедает пешки. Ну, что сказать? Здесь Цукцванги очень быстро наступают. Король Ж5, просто слон Е2, да? Или слон Е4. Да, все, Цукцванг. Белый король подходит. И все съедает. Если можно было бы подпрыгнуть и стоять на месте, это была бы ничья. Но шахматные законы такого не предусматривает. Кстати, вы знаете, да, что вот, например, окончание король с ладьей против короля было бы ничейным, если бы король слабейшей стороны мог бы оставаться на месте, да? Ведь там же все проигрывается из-за Цукцванга. А, итак, Тигран выиграл. Мы поздравляем его с этой победой. Смотрим дальше. Так, Александров проиграл. Навара выиграл. Милкумян выиграл. Жигалка против... А, Жигалка выиграл и у Тухаева. Молодец. Вот Сергей Жигалка у нас тоже идет наверх. Вот это заключительная позиция. Нет спасения от удара на F7. Жигалка потерял пол очка. Вот интересно, что Илья Смирин обыграл Сергея Мовсисяна. Я думаю, тоже белорусских любителей шахматы это должно порадовать. Хотя, подождите. Я что-то никак не понимаю. А точно ли проставлен результат? Вот по позиции кажется, что белые должны сдаваться. Может быть, результат неправильно поставлен. Ну, судите сами. Угрожает мат на Ж2, да? А, у нас... Ой, простите, у нас диаграммы нет. Да, я прошу наших режиссеров вывести диаграмму. Обращаюсь к нашим режиссерам. Так, вот она. Смотрите. Итак, Смирин играет белыми и после Ферзи 3 угрожает мат. И что, собственно, делать? На слон Ф3 просто берем. И потом даем мат по первому ряду. Да, мне кажется, что в программе допущена ошибка. Проиграли именно белые. Флаг упал? Нет. Ладья Ф2 тогда шах и ладья... Еще пока не проиграл, да. Может быть, флаг упал, да? Нет, подождите. Да, кстати, ладья Ф2 действительно держит позицию. А почему, собственно, надо сдаваться? Ферзь Ф2, кстати, тоже нормальный ход. А, да, это же не мат, ладья Ф1. Ну что ж, дорогие друзья, я просто устал, уже ничего не соображаю. Нормально. Нет, ну сдаваться-то никому. Нет, никому не надо было. Просто видимо флаг дали. Вот, еще одно уточнение, дорогие друзья. После слона Ф3, в случае размена, следует мат в один ход. Ну, да, ну, мы уже все ничего не соображаем. Найти человека, который хоть что-нибудь в состоянии сосчитать, уже невозможно. Ну, я все-таки хотел бы тебя предостеречь от такого хрустовства. Надо все-таки быть поскромнее, поверь мне. Поверь мне, да. Да, да. Так, давайте посмотрим, какие еще есть результаты. Ну, собственно, уже все партии закончились. Борис Савченко проиграл. И вот у нас один из главных судей, Михаил Крюков, наблюдает за каким-то поединком. Ну что ж, дорогие друзья, вот теперь точно последний перерыв на сегодня. И мы дальше через полчаса увидим седьмой тур. Отдыхаем. Отдыхаем.